В спасении дикарей дело рук не только самих дикарей. Кемеровские спасатели провели рейд по Томи. Если вы в беде, к вам прилетит собака. В Таштаголе появился первый пес-парашютист. Курильщик в котелке, которого обожает весь мир. В Кемеровском доме художника открылась выставка бельгийского сюрреалиста Рене Магрита. С новостями дня вас знакомят журналисты телеканала «Мой город» в студии Остап Григорианца. Здравствуйте! И начнем выпуск с главного. Российская военная техника переправляется в Крым. И этим объясняются возникшие в последние дни огромные очереди на Керченской паромной переправе. Об этом сообщает сайт newsru.com со ссылкой на страницу в фейсбуке единой транспортной дирекции Крыма. Стоит ли доверять социальные сети, как источнику информации, покажет будущее. Однако стоит отметить, что сведения о переброске российской военной техники в Крым появились на фоне слухов о том, что границы с полуостровом движутся колонны украинских военных с ракетными установками «Град» и зенитно-ракетными комплексами «Оса». МИД среагировал незамедлительно. Вот что по этому поводу сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Цитирую. «Никому не советую нападать на Крым и Севастополь, являющиеся российской территорией. У нас есть доктрина национальной безопасности. Она очень четко прописывает действия, которые в этом случае будут предприняты». Фраза, хоть и неоднозначная, и, согласитесь, достаточно расплывчатая, но намерения защищать и сохранять свою территорию в ней обозначены более чем четко. О своей территории, правда, более чем наполовину непригодной для жизни, пойдет речь в нашем следующем материале. Семье Зубриковых из Кропивинского района нужна помощь. Телеканал «Мой город» уже рассказывал о многодетной семье с несовершеннолетними приемными детьми, у которых сгорел дом. Своими силами взрослые начали ремонт, помогают и дети, но все равно этого мало. Сейчас в этой комнате живут 8 детей. Самому старшему из них 16 лет. Если раньше почти у каждого была своя комната, то теперь у них все общее. Пожар начался с бани. За 20 минут сгорел почти весь дом. Целыми остались только две комнаты. И если к сквознякам Зубрикова уже привыкли, то теперь появились незваные гости. «Сейчас бы, если бы нам надо дверь вставить и окна, потому что ночами холодно. Вот сегодня у нас всю ночь бегали собаки от дома, потому что у нас там с той стороны забор, откуда начался пожар, загорел. И они вот через забор провазили». За три недели после пожара удалось отремонтировать крышу и обшить фасад. Снаружи следов огня практически не видно. Основательный ремонт необходим внутри. Руслану 15, и он без страха забирается на крышу по аварийной стене. Его никто не заставлял помогать. Он сам так захотел. «Я помогаю, потому что нужно родителей укрыть от ветра, от дождя, защитить. Для нас, для маленьких». Пока, признается Любовь Николаевна, помогают им только соседи. Да и то не все. Большинство считает, что спасать погорельцев должны власти. Но, к счастью, есть и те, у кого другое мнение. «Всем чем можем, тем помогаем. Особенно ребятишкам. То есть, ну, социальные услуги, ну, баня, вода, то, что там, одежда. Ну, как бы это не для красного словца, а просто соседи и соседи». Малыши боялись, что их заберут обратно в детский дом. Однако, уполномоченный по правам ребенка Дмитрий Кислицын пообещал – этого не произойдет. По его словам, главная задача сейчас – вернуть дому привычный вид. «Я убежден, и не просто убежден, я уверен, что так как информация дошла не только до муниципалитета, до местных структур власти, эта информация дошла до полномочного, эта информация дошла до департамента образования, до телеканала «Мой город». Понимите правильно, теперь обстановку эту никто, напросто, просто так, что называется, не скинет со счетов, никто не зачеркнет. И поэтому, как я уже сказал, для нас главное, чтобы сейчас в школу дети пошли должным образом, чтобы у них были места и возможности учить уроки, полноценно готовиться к занятиям. Не говоря о том, что спать и крыша над головой. Это самое главное на сегодняшний день». Зубриковым предстоит еще много работы. До начала холодов нужно поставить окна и двери. Однако, у них больше нет средств и возможностей. Семья надеется, что им окажут поддержку и помогут справиться с бедой. Остап Григорианц, Анастасия Прокудина, Максим Лисов. Новости моего города. А теперь о жарком лете, но со стороны тех, кто отвечает за жизнь отдыхающих на водоемах области, жителям Кузбасса не хватает мест для отдыха у воды. Вот и приходится на свой страх и риск отдыхать в непредназначенных для этого местах. Количество неофициальных пляжей увеличивается, а за ним и количество пострадавших. Пляж специально не оборудован, быков нет. Через мутную воду практически не видно каменистого дна. Тем не менее, отдыхающих на Диком берегу хватает. И каждый уверен, что именно с ним никакой беды приключиться не может. Несмотря на то, что правила безопасности на воде знают все, люди в Кузбассе тонут практически ежедневно. За последние полтора месяца на воде погибло 48 человек. Из них 12 – дети. Спасатели вынуждены вновь и вновь объезжать дикие пляжи и предупреждать об опасности. Агентство по защите населения территории Кемеровской области выполняем патрулирование и посещение мест отдыха наших земляков ежедневно. В ходе этих рейдов наблюдаем за скоплением людей на несанкционированных пляжах, предупреждаем о том, что здесь купаться нежелательно. Пока спасатели рядом, купающимся нечего опасаться. Если случится беда, помогут. Но следить за отдельным пляжем, когда их вокруг сотни, не получается. Не хватает ни людей, ни техники. И потому как только спасательный катер отплывает, люди снова лезут в воду на свой страх и риск. Жизнь у нас не такая уж и длинная. Наверное, стоит подумать о близких, о родных, о детях. И очень бы хотелось, чтобы родители держали в поле зрения своих детей. Вызвать спасателей можно по телефону 112, но в таком случае речь идет о минутах. Каждая минута может стоить человеку жизни. Дикие пляжи всегда привлекательны для отдыхающих. Чем дальше от черты города, тем чище, мало народа. Да и плюс ко всему, бесплатно. Однако при всем при этом люди забывают, что на безлюдном пляже некому прийти на помощь. А отсутствие платы за посещение означает только одно. За берегом и дном никто не ухаживает. Можно порезаться, а то и вовсе разбить голову о подводные камни. А между тем, стоимость входа на платные пляжи в регионе 100-150 рублей. Далеко не та сумма, ради которой стоит рисковать жизнью. Мария Бородкина, Константин Червяков. Новости моего города. И в продолжении темы спасения жизни человеческих необычный спасатель десантировался на аэродроме Таштагола. Впервые в истории региона кинолог совершил парашютный прыжок вместе с собакой. Лаборадор по кличке Лора вместе со своим инструктором тренировались в проведении поисково-спасательных операций. Такой опыт в России не первый. Собаки часто летают вместе со спасателями, когда пострадавшие находятся в горах или в тайне. Телеканал «Мой город» в новом сезоне запускает рубрику «Не молчи». Курьез или преступление, оплошность или халатность? Журналисты телеканала «Мой город» помогут вам разобраться в ситуации. Снимайте видео и звоните нам. Главное, не молчите. 8-933-300-0300. Субтитры сделал DimaTorzok А теперь об истории города, который мы все так любим. Редкие снимки строительства Кемеровского коксохимического завода теперь доступны для просмотра. Музей-заповедник «Красная горка» открыл фотовыставку, посвященную 80-летию Коксохима. В этот день чествовали и авторы уникальных снимков Спиридона, бывшего первого профессионального фотографа Щегловска. Более 200 фотографий представлено в музее-заповеднике, и это все, что осталось от фотоархива бывшего. Спиридон Семенович считался лучшим фотографом Щегловска в 1930-х годах, но за пределами региона о нем ничего не знали. Зато теперь его работы оценили по праву. Московские искусствоведы, они сравнили нашего вот этого бывшего, его так звали, Спиридон Семенович, бывшего, вообще поставили в один ряд с выдающимися фотографами 20-х годов России и зарубежья. Культурное событие для кемеровчан. Этого европейца, скучного курильщика в котелке и пальто, любят и в Америке, и в Азии. Первый после Дали, так искусствоведы называют бельгийского художника Рене Магрита. Теперь и жители областного центра, и гости города смогут оценить, так ли хорош мастер, как о нем говорят. В доме художника открылась выставка «Вероломство образов», посвященная творчеству Магрита. Что общего между сюрреализмом и аниме, выясняли наши корреспонденты. На картинах Магрита не прыгают тигры и не шагают тонконогие слоны, как у Дали. Но его главный персонаж, мужчина в пальто и шляпе в воплощении обыденности, взорвет ваш внутренний мир и заставит пересмотреть взгляды на жизнь. Так, например, случилось с героем Джонни Деппа в «Тайном окне». Режиссер фильма не скрывал, образ таинственного кокни-шутера родился из картин Магрита. Ничего, это не важно. Я знаю вас, мистер Рейни, а это главное. Вы украли мой сюжет. Это не так. Человек в котелке манит и кемеровчан. Это не выставка картин. Вас обманули, сказал бы посетителям, ехидно улыбаясь и попыхивая трубкой сам Рене Магрит, будь он жив. Ведь художник любил напоминать, что изображение яблока – не само яблоко. В Кемерово привезли не сами картины, а лишь литографии с работ. Впрочем, как уверяют организаторы выставки, даже на отпечатки посмотреть стоит. Ведь в музеях их не увидишь. Все работы из частных собраний и обычно зрителям недоступны. Это уникальная возможность для посетителей посмотреть на картины Магрита, так как он не настолько известен, не настолько популярен, как Сальвадор Дали, например. Хотя по рейтингу идет на втором месте. И увидеть эти литографии – это на самом деле стоящее дело. Зрителей, кстати, немного, но перед каждой картиной стоят подолгу. Кемеровчанка Лариса Кузнецова, поклонница аниме и манги, даже начала фотографировать литографии, чтобы дома на досуге окончательно убедиться. Современные японские художники-мультипликаторы многому научились у Магрита. Ведь и правда – раскидистые деревья, летающие горы, воздушные замки, лунные ночи, безбрежное море в японских мультфильмах словно сошли с картин Магрита. Мне она напоминает современное азиатское искусство – мангу. Мангу и аниме – характерные, достаточно рисунки. Мне кажется, многие авторы вдохновлялись именно Ларисе Магритом, когда создавали свои фоны. Лично мне нравится это. Ну, в принципе, у него очень запоминающиеся работы. Работы Рене Магрита знают и любят. Человек-котелок, яблоко – что проще? Реклама, интерьер, шуточные постеры и даже бутерброд по Рене Магриту – уже не новость. Творчество бельгийца стало классикой, и образы с его картин порой увидишь даже на заставке сериала, а порой и в привычном городском пейзаже. Сам бельгийц картины считал откровением, а творчество – тайной. И тайну эту сохранил. Анна Печенегова, Екатерина Бухтиярова, Максим Лисов. Новости моего города. Ну, а теперь о том, что ждет жителей нашей планеты этой ночью. Спутник Земли готовится к бенефису. В ночь на субботу жители всего мира смогут наблюдать суперлуния. Это редкое космическое явление, когда Луна наиболее близко приближается к Земле. Те, кто сегодня не ляжет спать слишком рано, увидят, что ночное светило стало на 14% больше и на 30% ярче. Если есть желание, эти данные можно проверить. Правда, вот чем измерить столь интересное явление, сказать могут только специалисты. Поэтому можно успеть подготовиться сегодня, насладиться своими глазами, а 11 августа замерить яркость спутника. В этот день Луна подойдет к Земле еще ближе. К этому часу у меня все. А через несколько секунд Георгий Демин в рубрике «Тем временем» расскажет об автосервисе исключительно для прекрасной половины человечества. С вами был Остап Григорианц. Удачных выходных! Здравствуйте! Тем временем блогеры обсуждают специальный автосервис для женщин во Франции. Только девочки. Автосервис, который оказывают услуги исключительно женщинам. И создан он специально для того, чтобы автомобилистки чувствовали себя комфортно. Особенно те, кто устал от общения с высокомерными механиками-мужчинами. Гараж не так давно открыли в пригороде Сент-Унамане на северо-западе Парижа. Прошел всего месяц, но дамы уже выстроились в очередь. Идея женского гаража приобрела столь значительный успех, потому что там предлагают женщинам-автомобилисткам то, чего им не хватает. Уважение. Дамы устали от негативных эмоций, сдавая машины в обычные автосервисы, потому что механики-мужчины относились к ним несерьезно и указывали более высокие цены, чем для клиентов мужского пола. Механики из автосервиса считают женщин дурочками, говорит Сандрин Атен, парижская домохозяйка. Однажды я обошла три автосервиса и услышала три разные суммы на ремонт. Потом я отправила своего дядю, чтобы узнать окончательную стоимость, и что вы думаете, цена существенно снизилась. Сандрин теперь постоянный клиент Only Girls и восхищена обслуживанием. Там не только устраняют технические проблемы, но и объясняют многие нюансы. В женском автосервисе ремонтируют машины и развлекают посетительниц, пока те дожидаются результата. Сервис совершенно не похож на традиционный гараж. Все в сиреневых обоях, деревянных перекрытиях, бархатных диванах и мерцающих свечах. Есть детская и уголок красоты, где женщины могут привести себя в порядок. Благодаря такому подходу очередь желающих комфорта дам постоянно растет. Почему у нас до сих пор нет такого автосервиса? Тем временем оставайтесь с нами на сайте моего города. Смотрите и делитесь с друзьями хорошими новостями. До свидания.